Нам года не беда или как. В селе Резены Яловенского района решили проблему с передвижением, заботясь о состоянии своего здоровья. Героини нашего следующего репортажа три местные жительницы, которые в силу уже немолодого возраста частенько устают, когда ходят пешком, особенно если до той же работы расстояние прилично. Вот и решили женщина обзавестись транспортом и не машиной, а мопедом, причем на электрической тяге. И экономично, и удобно. Нам они с радостью показали своих железных коней и поделились ощущениями о жизни на двух колесах. Если кто-то резко выскочит навстречу, давлю на тормоз и останавливаюсь мгновенно. Вот здесь можно сделать посильнее, послабее регулируется. А здесь показывается, что он может двигаться быстро, как заяц. В селе Резены проживают около 7 тысяч человек, и географически оно расширилось. Те, кому надо постоянно передвигаться, будь то по работе или же, например, до магазина. Но кому пеший шаг дается с трудом, нашли решение. Купили электромопеды. Одна из счастливых обладательниц такого вида транспорта Анна Ткач говорит, привыкла легко, тем более раньше водила машину. Вот, только приехала была Окумы, покупала кое-что, и уже разряженный был. Вот думаю, дай-ка поставлю заряжаться. Делается посильнее, послабее. Вот показывает один, а вот три. Три скорости у него? Да, три. Первая, вторая и третья. Мопед купили дети, и теперь она уже не представляет, как могла жить без него раньше. На содержание транспорта в месяц, говорит, уходит около 100 леев. С ним неудобнее, он как помощник, как скорость мысли, сел и поехал. А в зеркала тоже смотрите или нет? А то как же? Устанавливаю их правильно и смотрю. У вас и специальный жилет даже есть? Конечно. А если кто-то сзади врежется? Я ведь и вечерами езжу, поэтому надеваю. И Валентина Чубано, жительница того же села, не нарадуется своему железному коню. Помощник признается хороший. Я все же женщина, и могу сесть на него даже в платье. Он невысокий. Посчитала, что будет удобно. Скорость небольшая, как раз для моей работы. Есть и другие женщины, которые передвигаются на четырехколесном, трехколесном мопедах, а у меня двухколесный. Мопед купила сама. И тоже сама же научилась на нем ездить. О таком транспорте, говорит, давно мечтала. Постоянно ходить пешком в ее возрасте уже сложно. Очень удобно. Уже привыкла. Без него как без воздуха. Особенно, когда по работе надо в горку подняться. Или летом, если невыносимая жара. Очень хороший транспорт. А Галине Руснак, еще одной владелицы электромопеда, с его приобретением помогли муж и дети. Женщина не нарадуется. Теперь без особой устали может добраться с одного конца села на другой. Концент комфортабельно? Вам удобно на нем? Очень удобно. В аптеку, в магазин. Могу даже с мужем до кладбища проехаться и обратно. 15 километров в час на расстоянии 50 километров. Но не только у этих трех наших героинь есть такой транспорт. Все же электромопеды обретают здесь популярность. И добраться до места назначения можно быстро. И заодно поберечь свое здоровье. Продолжение следует...